Мы рассмотрели задачу для графа без треугольника, так? Да. Так. А я написал, что мы еще рассмотрим, на самом деле, даже две вещи, когда нет четырехугольника полного, то есть полного графа на четырех вершинках, или полного графа на пяти вершинках и так далее. Это было одно направление мысли. И еще другая задача. Помните, я обещал вам доказать, что если в графе на одно ребро больше, то есть целая часть, понятно, да? n квадратный четыре плюс одно ребро. Тогда есть не меньше треугольников, чем когда мы в лучшем примере на одно ребро. Понятно, да? Целая часть это пополам треугольников. Ну вот сейчас надо все-таки выбрать одну из этих дорог. Давайте так. Я сначала... Честно говоря, она немножко... Немножко скучноватая. Потому что там придется писать много других формул. Но, с другой стороны, она полезная. Вы увидите разные соображения. Так. Хорошо? А уже потом, на втором части, мы их разберем в общий случай, когда нет графа на четырех нын. Поехали. Единственное. Я считаю, что про это мы уже знаем. То есть, если ребер больше, чем целая часть n квадрата или на четыре, то что тогда? То тогда есть треугольник. Понятно? Это я уже доказал более чем одним способом. Вот. Это я доказал. Поэтому, когда вы берете вот такой граф, по сути, поднимем. Если вы берете вот такой граф с таким количеством ребер, то точно в нем будет треугольник. Согласны? Да. Точно в нем. Хотя бы один треугольник будет. Наша цель – доказать, что их будет достаточно много. Я не хочу писать знак целой части. Просто потому, что формулы даже сказали довольно много. И я боюсь, что в них запутаться. Не потому, что это нельзя, но просто не хочу. И я сейчас сделаю так. Я сначала решу задачу для случая четного числа n. Все понятно? Аккуратно выпишу теорему. И мы ее докажем. Теорему. Если в графе n равно 2k вершин. n черт не слайд. И вместо n подставить 2k. k в квадрате плюс 1 емро. То треугольников сколько? Не меньше, сколько штук? Один. А теперь мы уже доказали. Два. Два. Две четыре посадили. Сколько? Наш пример какой? k точек здесь, k точек здесь. Каждая соединена с каждой. Помните график такой? Да. Если вы одно емро проведете, сколько возьмете треугольников? k. k штук? Не меньше, чем k штук. Вот это мы должны доказать. Ну, смотрите, если у нас k равняется 2, то смотрите, граф на четырех вершинах, в котором пять ребер. Это что такое вообще-то? Это квадратик еще один. Квадратик с диагональю, так? Да. В нем не меньше, чем два треугольника. Старк, видите? Да. Конечно, да. То есть, база индукции, это что? Это k равно 2. Верно. Это верное утверждение, просто потому, что единственный пример такого графа, теперь переход. Переход будет очень простой. Пусть мы все знаем для числа 2k, надо будет понять для 2k плюс 2. Значит, доказательство немножко длинное, но зато очень поучительное. Смотрите, как я буду говорить? Во-первых, сколько у меня для числа 2k плюс 2, сколько у меня треугольников точно будет? Один точно будет, правильно? Да. Потому что мы уже решили задачу и знаем, что больше, чем целая часть не бывает. А у меня ребер сколько сейчас? Ну, 4. k плюс 1 в квадрате, да? Это 2k плюс 2, да? Да. Делить на 4 целая часть. Плюс 1. Вот столько у меня ребер. Так, это все понимают? Да. Понимаете? Да. Ребер столько? Да. Ребер столько. Так вот, треугольник там найдется. Вот, ребят, я сейчас вам рисую. Какой-нибудь из треугольников. То есть, моя цель доказать, что найдется k плюс 1 треугольник. Но 1 точно найдется. Ну, вот это вершина А, вершина Б, вершина С. Понятно ли вам, что, в принципе, из этих вершин могут выходить ребра, кроме трех нарисованных ребр? Так? Вот давайте их нарисуем. Есть какие-то ребра, выходящие из точки А. Есть какие-то ребра, выходящие из точки Б. Кстати, запросто может быть, что они где-то пересеклись, и тогда будет обвисеть ребр. Понятно ли? И запросто может быть что? Из цели. Выходящие из точки цели. Так вот, количество этих ребр я обозначу, естественно, могут. А льфы? Так, пока все понятно? Пока все понятно. Но, внимание, чему равна степень точки А? А плюс 2. То есть, вот этих вот А штук и плюс еще 2. Степень точки Б, это Б плюс 2. Понятно ли? И С плюс 2. И С плюс 2, да. Отлично. И вот дальше смотрите, какая мысль. Представьте себе, что после удаления вершин А и Б, у нас останется граф. Сейчас очень важно представить. Вот я беру и взрываю вот эти две вершины. Букву. Все, я больше не буду. С каким количеством ребр? С... Всего будет вот столько. А сколько будет после того, как я уничтожу вот эти две вершины? Минус 1. Будет так. К в квадрате плюс 2К плюс 2. Это вот это число, согласны? Да. Это было столько. Вычтем еще А ребр. И Б ребр. Б ребр. И минус 1. И вот это. А между А и С? Нет, А и С тоже исчезли. Тоже исчезли. Поэтому на самом деле минус 1, минус 3. И вот, ребят, будет дальше два случая. Первый случай. Вдруг оказалось, что вот это число больше или равно, чем А квадрат плюс 1. Что тогда будет? Понимаете или нет? Я уничтожил две вершины. Получил... Раньше был граф на 2К плюс 2 вершинах. Получил граф на 2К вершинах. И ребер у него вот столько. Или больше. Так, в таком случае треугольник там сколько будет? Больше или равно К. Да плюс еще и этот треугольник. И будет больше или равно? К плюс 1. Значит, в таком случае что? Задача уже решена. Значит... Что надо написать? В каком случае задача не решена? Если здесь знак неравенства, наоборот. Правильно? Да. Это принципиально. Просто дальше всего легко. Мне важно, чтобы вы это поняли. Если здесь стоит больше или равно, то мы просто применяем индукцию. Говорим, что после удаления А и В остался граф, в котором... Понятно? Да. Много ребер, больше или равно, чем К в адресе. А значит, там есть минимум К треугольников. Да плюс вот этот. И у нас все получилось. Ну, теперь надо тут преобразовать. Смотрите. Как квадрат зачеркиваю? Что там дальше? Я плюс 1 зачеркиваю. А? Не, 2 минус 3 это что? Минус 1. А? Минус 1. Это минус 1, да. Да, да. И как это на человечестве запишется? Ну, просто... Еще вот это прибежит. Ну, и написано так. 2К минус 2 меньше, чем А плюс Б. Согласны? Да. Да или нет? Да. Поняла? Там переносимое, там останется. Сейчас просто все переписать эти формулы. Так, я честно вас ждал, и я успел сказать следующее. Что вот если такое нереальнство верно, то мы задачу решили. Значит, реально нужно решать задачу в таком случае. Так? Ну, теперь, внимание, это целое число? Да. А, это целое число? Это целое число? Это целое число? В каком случае целое число меньше? Понятно в каком? Когда 2К минус... Что там? Минус 2. Минус 1. Меньше или равно, чем А плюс Б. Это понятно? Да. Потому что, если целое число одно меньше другого, то, когда вы прибавляете к этому единичку, вы не можете перейти за А плюс Б. Ну, да. Вот. Так. Все? Угу. Вот это не разница? То есть, выдержим? Вот. Если оно неверно, то мы задачу уже решили. Значит, можно считать, что оно верно. А теперь идея. А чем решены А и Б лучше, чем решены Б и Ц? Ничем. Ничем. А чем они лучше, чем А и Ц? Тоже ничего. Значит, у нас три таких фута. А в деле три неравенства. Поехали писать. А плюс Б больше или равно, чем 2К минус 1. Б плюс Ц больше или равно, чем 2К минус 1. Ну и А плюс Ц тоже больше или равно, чем 2К минус 1. Три неравенства. Замечательно. Замечательно. А теперь давайте так. Давайте сложим. Что тогда получится? А плюс Б плюс... А плюс 2Б плюс 2С больше или равно, чем 6К минус 3. Согласны? Да. Но на самом деле, если вы больше или равно, чем 6К минус 3, то на самом деле, это же не четное число, а это четное. На самом деле здесь можно поставить больше. Все понятно? Значит, 2А плюс 2Б плюс 2С больше, чем 6К минус 3. И, наконец, А плюс Б плюс Ц, что у нас будет? Сейчас подай. А плюс Б будет больше, чем 3К минус 2. Ну, минус 1,5. Все в том-то и дело. Минус 1,5. О, слушайте, а дайте так напишу. 1 и 1,2. Больше или равно, чем 6К минус 2. Да, это будет лучше. Понимаете идею? Потому что 6К минус 3, а как следующее четное число? 6К минус 2. И когда будет пополам 9, что я здесь напишу? 1,2. Больше или равно, чем 3К минус 1. Получилось? Да. Так, поскольку к таким вот четное и нечетное далеко не все школьники привыкли, я сейчас замолчу на чуть-чуть, пожалуйста, попытайтесь это осознать. Итак, дай мне поместить. Все поняли? Да. Здесь я написал то же самое, только для них подыши. То есть это поняли. Сложить смог? Да. Смог. А вот дальше важно. Если больше или равно, чем 6К минус 3, то на самом деле больше или равно, чем 6К минус 2. Потому что четное число не бывает равно нечетному. А это уже честно делю. И получается вот так. Все? Да, да. Вот теперь я приступлю к следующей фразе доказательства. Смотрите, что сейчас будет. Мы говорим, что вообще-то некоторые из вот этих вот отрезков могут заканчиваться в одной и той же вершине. Согласны? Да. Даже более того. Так возможно, что в какой-то вершине сходятся и от А, и от Б, и от С. Может быть. Поэтому все вершины, кроме А, и от С, мы разделим на несколько видов. Значит, смотрите, какие бывают вершины? Бывают те, которые вообще не соединены ни с А, ни с Б, ни с С. Бывают такие? Бывают. Может и не бывает, но... Может и бывают. Могут быть. Давайте напишем. Итак, Х вершин не соединены ни с одной из вершин А, В, С. Хорошо. Игрик вершин ровно с одной. Догадались, что я сейчас буду написать? З с чем? С двумя. С двумя. И Т? С тремя. С тремя. Понимаете ли вы, что когда вы сложите Х, У, З, Т и 3, то вы получите... Нет, нет, нет. 2К плюс 2. У нас в вершине 2К плюс 2. Согласны? Вот, это очевидная разница. Все понятно? Да. Все понятно. Хорошо. Теперь очень интересный вопрос. А как связаны числа А, В, С с числами Х, У, З, Т? Если вы берете и просто складываете А плюс Б плюс С, как это выразить через Х, У, З? Есть такая идея двойного подсчета. Что такое А, В, С? Это когда вы считаете ребра, выходящие из А, из Б и из С. А можно смотреть, ребра, которые наоборот из внешнего мира входят в А, В, С. Это что? Это получается Х плюс 2Y плюс 3Z. Неверно. Ой, Y. Да, X плюс 2Z плюс 3Z. Очень хорошо. Вот надо, чтобы вы все остальные поняли. Можете объяснить, чем выйти? Быстрее. Может, на словах не нанчемся? Так. И с А, В, С не соединены, поэтому Х мы забываем. Потом Y соединен либо с А, либо с Б, либо с С. Его записываем один раз. Потом Z соединен с двумя. То есть, допустим, соединен с Б, С. Значит, если мы его один раз посчитаем, то посчитаем только А, Б. Значит, надо два раза посчитать, чтобы и Б, и С посчитать. Вот. Ну, D, он соединен с тремя, поэтому аналогично Z. Но его надо посчитать три раза. Мартин, вы подняли? Да. Мартин, вы подняли? Все, спасибо. Идея в двойном подсчете. Слева А плюс 2 плюс С. Это когда вы ребра считаете по тем концам, которые выходят отсюда. А справа, когда вы ребра считаете по тем концам, которые из всего остального графа, то вроде идут в А, в Б, и в С. Если из вершины выходят и туда, и туда, и туда, то надо считать три раза. И таких вершин три штук. Если выходит только в две, то надо считать два раза. Все понятно? Да. Все понятно. Хорошо. А теперь внимание. А треугольников сколько? Во всем нашем графе, ну, может быть, там еще и где-то другие треугольники, но понимаете ли вы, что есть вот этот треугольник? Да. Такой треугольник есть. А Z? Итак, количество треугольников больше или равно, чем единица? Плюс Z. Верно. Z. Потому что, когда у вас есть вершина, связанная с двумя, например, с А и с В, то как раз возникает треугольник. И еще плюс? 3T. Абсолютно верно. 3T. Хорошо. Хорошо. Все помнят, А плюс В плюс С больше или равно, чем 3К минус С. Было такое? Да. Было такое. Давайте я катаварно-образно отпишу. А плюс В плюс С, это вот это выражение, больше или равно, чем 3К минус 1. Так? Подожди. Y, 2Z и T больше или равно, чем 3К минус С. Да. Да. Треугольников не меньше, чем столько. И еще мы знаем, что X плюс Y плюс Z плюс D плюс 3, это вот столько. Что нам теперь на самом деле надо, собственно говоря, сделать? Кто-нибудь видит? Надо суметь каким-то образом оценить величину дельта, зная вот это и это. Слушайте, а я знаю, что они сделают. Все понимаете, что X – это число неоприцательное? Да. Я могу забыть про число X и записать вот это в виде неравенства. В виде какого неравенства? Y плюс Z плюс T меньше или равно, согласны? Потому что прибавляя X, вы получаете 2К минус 1. Вот, трогательный. Значит, Y плюс Z плюс T меньше или равно, чем 2К минус 1. Так? Вот это я так переписал. Вот это вот это. Дальше нижнее. Y плюс 2Z плюс 3D. Аккуратно пишу. Y плюс 2Z плюс 3D больше или равно, чем 3К минус 1. Ну, а цель – доказать, что вот эта штука больше или равна, чем К плюс 1. Согласны? Потому что это количество треугольников, если будет больше или равно вот это, это мы уже знаем. Если оно будет больше или равно этого, то задача будет решена. То есть, Z плюс 2T – это К? Нет, почему это К? Надо доказать, что это Z плюс 3T больше или равно К. Итак, давайте запишем. Дану. Дану. Вот это. Доказать. Что доказать? Ну, то есть, не. Z плюс 3T, что? Больше или равно К. Вот, ребята, когда в жизни так не делаете. Понятно почему? Почему? Потому что это замечательный способ себя забыкать. Забыкать человек. А, когда в вашей стороне… Неравенство нельзя писать то так, то так. Либо везде пишите меньше или равно, либо… Везде больше или равно. Везде больше или равно. Ну, давайте, смотрите. Здесь написано больше или равно, а здесь что написано? Меньше. Меньше или равно. Поскольку в двух местах написано больше или равно. Проще переписать верхнее. Так? Да. Значит, я стираю верхнее и на его место пишу наоборот. 2K минус 1 меньше или равно. Могу? Да. Пишу. 2K минус 1 меньше или равно. Не помните, чего? Y за ЖТ. У плюс Z плюс Т. Отлично. Хорошо. А вот с этого момента, сами догадайтесь, что дальше делать. А знак не поменяли. А знак, что? Знак, конечно. Все графе изменилось. Знак, да. А вот с этого момента, сами догадайтесь, что делать. Как из этих двух неравенств вывести опыт? Ну, может быть, объединить. Что такое объединить? Неравенство. Ну, сложить. Сложить. Молодец. Сложить, 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 конечно. Давайте складываем. Я прямо так пишу. 2K минус 1 плюс Y плюс 2Z плюс 3T больше или равно, чем Y плюс Z плюс T плюс 3K минус 1. Так? Да. Можно перекинуть 2K из левого вправо с минусом. У нас получится справа. И минус 1 выкинуть. Да. Минус 1 выкинуть. И что же по-настоящему получится? Подождите. У уничтожить. Да. 2Z и Z. Здесь Z останется. Да. И 3T и T получается... T останется. То есть, что на самом деле получится? Z плюс 2T больше не равно... Чем? К. Чем К. А теперь вопрос. Из этого неравенства вот это следует? Ну, да. Все? Ну, если 2T больше 3T... Просто потому, что Z плюс 3T больше или равно, чем Z плюс 2T. Все. Поняли? Да. Сложить эти два неравенства. Так. Все-все-все? Да. Все-все-все. Отлично. Я сейчас решил задачу по четным числам. Согласны? Да. Еще по нечетным. Что? Еще по нечетным. Правильно. Ну, тут по нечетным я думаю. Может, вы и думаете. Ну, а сейчас я стираю все эти вычисления. Хорошо, какого-нибудь смелого человека выйти до стиха. И заново совсем полностью все написать. Для нечетного числа. Так. Так, кстати, вы были грузащие мышцы? Имеется граф, в котором количество ребер минимум на единицу больше, чем в графе, в котором максимальное количество ребер. И требуется... Так, давайте я еще стеркну. Значит, поехали. Если в графе... Так, сколько решет тебе было? n равно 2k плюс 1. Ну, единственное... Ну, или минус 1. Можно минус 1, ладно? Хорошо. 2k минус 1. Так. А ребер сколько будет? Когда у вас здесь 2k минус 1, то наибольшее количество, как мы помним, вот в таком графе. Так? Сколько у меня он на ребер? 2k плюс 2. Нет. k в квадрате... k умножить на k минус 1. Максимальное количество. И, значит, здесь... k квадрате... k квадрат минус k. Совершенно верно. k квадрат минус k плюс 1. Понятно? Да. Если угодно, я могу так написать. k умножить на k минус 1 плюс 1. Понятно, да? Да. Вот, отлично. То треугольников не меньше, чем сколько? k минус 1. k минус 1. Потому что вы можете взять в большой компоненте... Там есть 2 компонента, 1k, 2k минус 1. В большой компоненте провести ребра между точками. И тогда треугольников не только k минус 1. Вот. Теугольник не меньше, чем k минус 1. Отлично. Так вот. Верно ли это для двойки? Я вообще что это будет для двойки означать? Если в графе 3 вершины, да? Да. И 4 минус 2 плюс 1, это сколько? 3. И 3 ребра? Это верно. То треугольников не меньше, чем 1. Правильно? Да. Это верно? Да. Это верно. Отлично. Значит, с базой все хорошо? Да. Теперь редукционный переход. 2k минус 1 куда? Плюс 1. 2k плюс 1. А вот дальше, господа. Значит, когда в графе будет 2k плюс 1, то сколько в нем будет ребра? Сейчас. Плюс 2 вместо минус 1. Вот столько. А, ну да. Там будет две компоненты. k и k плюс 1. Ну, максимально. Поняли, да? И еще плюс 1. Вот столько ребра. Так, кто не боится писать? Так, а почему там внизу k умножить на k плюс 1? Потому что если у вас всего 2k плюс 1 вершина, то в максимальном графе без треугольников k умножить на k плюс 1 ребра. Ну, у нас же 2k минус 1 вершина. Нет. Переход уже я пишу. А, да. Индукцию мы проверили. Я просто, ну, от старого доказательства осталось. Я простые вещи оставил. Ну, я фруеров чуть поменял числа. И базу оставил. Считается, что все ее понимают. Да. Для каждого двух, да? И сейчас переход. Пусть для 2k минус 1 вершина. Посмотрим, когда 2k плюс 1 вершина. Так, вы все понимаете? Я понял. Нет, формулировку. Да, формулировку так, конечно, это все понятно. Точно. Да. Базу поняли? Да, базу поняли. Переход поняли? Да. Точно? Ну, да. Точно. Совсем поняли? В плане, видите, сейчас доказательства я не смогу сделать. Почему? Потому что я понял базу перехода. Так, а вы ее сможете? Да, я могу попробовать. Давайте попробуйте. Только очень медленно, спокойно. И, пожалуйста, все записывали и постарались это сделать. Да, но я... Нет, то есть, что у вас есть? У вас известно, что утверждение верно для графа, в котором 2k минус 1 вершина. Так? Да. То есть, вот эта теорема выписанная, она верна. И 3x тогда не меньше, чем 1k минус 1 штука. Да. Сейчас у вас есть граф, в котором 2k плюс 1 вершина. И вот столько ребер, да? Ну, k на k плюс 1 плюс 1 вершина. Ну, возьмем 3 вершина. А это треугольник. Да, возьмем треугольник. Треугольник существует, потому что мы эту задачу решили уже. Да? Да. Замечательно. Давай, треугольник, обозначаем 2 вершины. Это все будет так же, как в предыдущем, только там чуть-чуть. Значит, от А уходит еще сколько-то там, и их у нас А маленькая штука. Все все понимают? Да. От Б у нас уходит сколько-то вершин, их Б. Да. И от С сколько-то, и их С маленькая. Дальше мы должны представить, если мы уничтожим А и Б вершины. Что произойдет с графом, если вдруг вершины А и Б, ну, вместе со всеми выходящими из них ребрами, мы их уничтожим. Сколько было ребр? Надо написать. Пишите. k квадрат плюс k плюс 1. k квадрат плюс k плюс 1. Столько было. Да. Сколько исчезнет? Минус А, минус В и минус 3. Вот это А-рюбер, вот это В-рюбер, и вот раз-два-три тоже еще нет. Отлично. И вот если это количество будет больше или равно, вот того числа, пишите, больше или равно. Больше или равно. k квадрат минус k плюс 1. Не надо, здесь не сможете. Перенесите больше или равно. Ну, k. Я не зря сделаю два раза. Я понимаю, что на вашем уровне, это, нет, я не лично на вашем уровне, это тяжелая штука. k квадрат плюс... Нет, не плюс 1. Нет, не плюс 1. У нас вершин стала уже 2k минус 1. Да. А для 2k минус 1, да, вот такое количество гарантирует наличие k минус 1 треугольника. Да. То есть надо здесь написать, k квадрат минус k плюс 1. И k квадрат минус k минус... Да. Вот здесь такое неразиство верно. Тогда будет k минус 1 треугольник после удаления А-рюбер, да плюс это, и всего получится k треугольник. Так? Да. Вот, теперь надо упростить. Ну, можно убрать как квадрат. Не надо здесь, надо как бы подчеркнуть. Вообще никогда не стирайте. Подчеркнуть просто. k квадрат и как квадрат, и 2 плюс 1 плюс 1. Давай. А и b надо перенести направо. И напишите вот здесь вот все, что реально получится. Так, вот здесь у нас k плюс 1. Неверно. Здесь k, здесь минус k, здесь всего будет 2k. 2k, это больше либо равно а и b. Неверно. Вы еще минус 3 забыли. О, да, на 10. 2k минус 3. 2k минус 3. Теперь больше либо равно, чем а плюс b. А плюс b. Замечательно. Вот здесь такое неравенство верно, то у нас все получилось. Да, это все верно. Значит, на самом деле... Ну, надо это доказать. Нет. На самом деле, нужно рассмотреть ситуацию, когда неравенство неверно. Значит, 2k минус 3 меньше, чем а плюс b. Здесь очень важно. Когда число меньше другого, лучше написать меньше или равно. И здесь что написать? Ставим следующий стратег. Вы пишите. Меньше, чем а плюс b. А следующее, справа, после 2k минус 3, это что такое? 2k минус 2. 2k минус 2, конечно. Преперединичку прибавляем. 3k меньше или равно. А плюс b. Плюс b. Что дальше, b? Дальше про x, y, z. Нет. Еще не все. Ну, еще что-то очень важно говорить. Если для двух вершин, а и b. Потому что еще b, c и c, а. Конечно. Еще три формы. 2k минус 2. Пишите, пишите. Нет. Здесь дальше, прямо следующий струк. Если что-то верно для двух чисел а и b, то есть синтетрия... Для b и c, для c и а. Пишите. Так, получается, 2k минус 2, меньше или равно, b плюс c. Отлично. И еще одно неравенство. 2k минус 2. Все понимают? Да. Меньше или равно, c плюс а. Отлично. А вот теперь складываем. Теперь это все надо сложиться. Я тут уже... Пожалуйста, пожалуйста. Так, получается, у нас 6k. 6k минус 6. И получается, меньше либо равно, 2а плюс 2b плюс... Да, да, да. 2а плюс 2b плюс 2c. Отлично. И значит? Значит, сокращаем. На 2. На 2. И получается 3k минус 3, меньше либо равно, а плюс... c плюс c. Отлично. Вот это мы про b, c поговорили. Да. Теперь пора вводить x, y, z. Между прочим, так же x, y, z, t вводится, как в предыдущий раз. Вот там написано, я специально не стал стирать. Да. Пусть не x точек и так далее. Так что мы знаем про эти x, y, z, t? Ну, и... А, ну то, что... a плюс... Для начала. Как они связаны с числом вершины графики? Ладно. x это когда оно не связано ни с а, ни с b, ни с c. Да. y это когда оно связано либо с а, либо с b, либо с c. Только с одним только. С одним, да. z это строго с двумя, и t это со всеми тремя. Да. И значит? И значит, то, что... Чему равно x плюс y плюс z плюс t? x... И в прошлый раз это как-то записывалось, и это было понятно. y плюс z плюс t? Да. Это равняется... Ну, получается... a... a... Нет, я не права. Как это связано с числом вершины графики? Ну, то, что... Это все вершины минус... А, нет. Да, молодец. А, да. Все вершины минус... У нас есть граф, в котором есть три вершина. Мы их выделили. Там треугольник такой. Замечательно. После этого все остальные вершины мы разбили на четыре типа. Которые соединены с нулем, с одной, с двумя, с тремя. С вершин а, б, с. И теперь я задаю простейший вопрос. Чему равно x плюс y плюс z плюс t? Ну, правда, всех конечных вершин всего. Не совсем. Это количество всех вершин графа... Минус три. Минус три. Минус три, а, б, с. А сколько график у нас вершин? Два к минус один. Неверно. У нас... Мы по индукции переходим от 2к минус один к 2к плюс z. Вершин всего 2к плюс один. И поэтому... 2к минус два. Минус два, конечно. Минус два. Надо из числа 2к плюс один вычесть 3. Да, да. И получится 2к минус 2. Замечательно. А теперь надо как-то связать x, y, z с числами a, b, c. Да. И с количеством треугольников. Получается, a, b, c. Это y. Не a, b, c, конечно. Это x, y, z. А плюс b плюс c это... А плюс b плюс c. А, ну да. А плюс... А плюс b плюс c. Это да. Это равняется... Y плюс 2z плюс 3t. Y плюс... Y нормально ошиблась. Да. У вас хвостик для Y. В этом есть хвостик. Y плюс 2z плюс 2z. И это все понимают? Да. Плюс... И 3t. Двойной подсчет. Плюс 3t. Да. Так. И вот теперь неравенство про количество треугольников. Это получается то, что треугольников... Во-первых, есть треугольник вот такой. А, b, c. Единичка. Да. Плюс 100% есть треугольник z. Треугольник. z треугольников. Которые, скажем, сюда вот идут. Или сюда идут. Да. Это z треугольников. Плюс z треугольников. И еще плюс 3t. Абсолютно верно. Плюс 3t треугольников. Замечательно. Мы знаем, что количество треугольников больше или равно вот это, чем вот это число. Да. Больше или равно. И вот если вдруг получится, что это больше или равно, чем k, то задача будет решена. Да. Понятно почему? Потому что нам нужно, чтобы было как любую. Хотя бы. Да. Но их мы знаем, что их не меньше. Значит, я не знаю, неразить верно или нет. Вот если оно верно, то все будет хорошо. Да. Значит, теперь я не знаю, что делать. Можно k и k минус 1. Это никак не отпустить. Нет, я думаю, что этого места вам не хватит. Давайте я просто чистую доску дам. Окей. И можно я за вас выпишу эти условия. Что мы знаем. Вот это вы помните? Да. Да, еще давайте всегда писать, у меня это верно больше или равно. Хорошо? Ладно, будем? Поехали. a плюс b плюс c. Вот это мы знаем. a плюс b плюс c. Больше либо равно 3k минус 3. Это мы знаем. Дальше. Как нижнее написать? Получается, ну, x плюс y. 2k минус 2 больше или равно x плюс y плюс z. x не надо, да? x у нас в одном месте только встречается. Именно поэтому я пишу, что не равно больше или равно. y, z и t. Это понятно? Да. Вот так переписалось вот это. Теперь просто переписываю. a плюс b плюс c равно. Что тут? Что сделаешь? Равно, да. И зачем я это пишу? Надо было туда написать сразу. Можно? Можно. Это остановит место. Вместо b плюс c. Вот в это место я напишу эту штуку. y плюс 2z плюс 3z. Я молодец. Вот это дано. Вот, а что доказать? Доказать то, что 1 плюс z плюс 3t больше или равно, чем k минус 1. Ну, надо сложить. Ну, надо сложить, что нам дало. И что-то складывайте. Так. Левую часть складываете, правую часть складываете. Правую часть складываете. Переход на новый штуку. Переход на новый штуку, потому что не влезет. Но 3k минус 3. 3k минус 3. Плюс y плюс z плюс t. Отлично. Ну, можно упростить, ну, 2k, 3k и минус 2 минус 3. Да. Но есть еще более важная история. y, y, z, z и t, t. Отлично. И что же останется? У нас остается с этой стороны получается z. Да. Плюс 2t. Да. Плюс 2t. Больше или равно чего? Больше или равно. К минус 1. Да. Минус 1. Все. И все, да. А теперь вопрос. Из этого не гаранта 2. Вот это следует просто тут 2t, а тут 3t. Значит, это еще 100% и больше. Ну, про 100% и не надо. Ну, короче, а мы 100% больше. Хватит. Процент минус 2. Процент при чем? Итак, на самом деле, можно сказать. z минус 3t больше или равно, чем за z плюс 2t больше или равно, чем k минус 1. А если вы посмотрите на вот эти части, то это как раз и будет. Вот это да. Вопросы, заявления? Сейчас важно. Это понятно или нет? Понятно. Я не стал это делать с целыми частями, потому что я помоялся, что вот эти вот целые части у вас запутывают. Понятно, что на самом деле можно было писать эти механизмы, просто выписывая там целую, верхнюю целую часть, нижнюю целую часть. Ну, понятно, можно было бы за одну много это сделать, да? Но, мне кажется, быстрее разобрать два случая, четное и нечетное, чем путаться в целых частях. Потому что тут, наконец, ты там ни единичку спутаешься и уже не получится. Смысл болеется? Да. Все сделали? Да.